Один из рядов уже почти занят, но места еще есть. Любовь Ларина увлекается рукоделием, постоянно осваивает новые материалы. После осенних и зимних штормов выходит на пляж за ракушками. Однажды придумала таких вот лебедей. Получается сувенир недороже кружки кваса. Есть целая композиция, например, про лебединую верность. Когда на море было, я увидела лебедей. Мне захотелось превратить вот этих лебедей, ну, пусть не настоящих, но хотя бы эту красоту передать в изделие. У Любови есть вязаные изделия для самых маленьких, а рядом Наталья Сукасьян. У нее теплые вещи как для малышей, так и для взрослых. Она вяжет с 13 лет. Носки для взрослых делает с двойной пяткой, чтобы дольше служили. Раньше продавала вещи на стихийном рынке. Теперь появилась возможность поработать за обустроенным прилавком. Народу больше, конечно, ходит, но они сейчас не сезон. Может, зимой будет лучше, осенью здесь продажи. Тут сейчас же не сезон, по сезону. Я там летом тоже не ходила торговать. Я знаю сезон, ну, с сентября до ноября, все. По словам Анжелы Брая, ей не обязательно что-нибудь продать, потому что аренду платить уже не нужно. Очень удобно. Благодаря нашему директору и мэр города, вот, поддержка пенсии, пенсия же у нас маленькая, 7 тысяч. Благодаря вот нашему, опять повторяюсь, нашему вот директору, он очень вежливый, хороший, войдет в положение. Дай Бог его здоровья. В администрации рынка надеются, что уже в ближайшее время пустующих мест на социальных рядах не будет, а учитывая оригинальность и даже эксклюзивность изделий, место может вполне стать одной из достопримечательностей города-курорта.